Алайн же избавились от Сэнкинга, Баунтихантера, Чена и Дроу Рейнджер. Непривычные пики комментировать, халявно сидеть на первом стриме. Вообще да, первый стрим очень крутой, ты просто сидишь, ничего не делаешь, ты смотришь в стенку, а потом, когда они уже разбирают героев, тебе Ваня передает слово, и ты такой начинаешь вещать. Да, ты такой сидишь, все уже за тебя, всю грязную работенку сделали. Да, да, да. Все пики, анализ вот этот, когда ты говоришь и не угадываешь, конечно, все уже за тебя сделали, и ты просто начинаешь представлять команды и кто на ком играет. Джиггернаут для Нави, но Enchantress в теории может появиться. Ну, Джиггернаут для Нави это привычный довольно последнее время Джиггернаут для Нави. Это Джиггернаут, который, скорее всего, пойдет в мид. Ну, вот мы видим Сэнкинг, Баунтихантер, в принципе, баны, которые абсолютно ожидаемы. Если бы там вот не было фрестпика у Альянсов, скорее всего, он был бы забанен Висп. Но мы видим, что Виспа Альянсы оставляли, и оставляли с расчетом, что сами возьмут. И в итоге Нави сами вынуждены его банить. Вот в итоге три героя, которыми очень хорошо играет команда Нави. Это Баунтихантер, это Висп, это Сэнкинг. Они отправляются в бан первой же стадии. Enchantress для ArtaStyla. Чена забанили Баунтихантера. Всех роумящих героев пытались Альянс убрать, чтобы нечем было Ване удивлять. Но у Вани есть козырь в рукаве. Это Enchantress. И уже неплохой пуш на самом деле. Ну, в принципе, да, если это можно назвать пушем. Ну, то есть, по факту, это все абсолютно пуш. Ну, посмотрим. Можно еще забрать, если это джаггернаут мид, то можно взять чего-то керри героя хорошего, который мог бы помочь попушить. Давай подумаем, кто это может быть. Ой, Магнус, Скоттл. Я бы забил на пуш уже. Вот я бы сейчас ориентировался на какой-то глубокий лейт. Тут ты не затолкаешь. Ты никак не затолкаешь. Тебе будет очень сложно забирать товара уже и на изначальных минутах. То есть тут нужна какая-то агрессия. Мы рассчитываем, что это бетрайдер для Вити. Мы рассчитываем, что это джаггернаут для Дэнди. И нам остается герой для Детера, правильно? Ну, вообще, да. Или мы все-таки возьмем джаггернаут отправим в легкую и для Детера. И для Дэнди попытаемся в мид добрать что-то против Магнуса. Потому что джаггернаут против Магнуса так себе. Если будет бристлбэк в миде, то тоже проблемы будут у джаггернаута. То есть, ну, имеется в виду, не будет проблемы, не будет преимущества, не будет плюсов очевидных. Ну, всегда есть риск, что тебя увезут по тавру. Это минус Хускар. Боятся Хускара на этом интернешнл уже? Ну, это правильно, что боятся. И показали, что они на нем много играют. И показали давно. Лайфстиллер. Ну, вообще, под импауэром Магнуса. И под Огрмагом. И под Огрмагом. И под Киперу оффзелайтом, который убирает КД на 6 секунд какого-либо спылает рейдж, может быть практически бесконечный. На самом деле, это очень неплохой выбор, я бы сказал. Это реально очень хороший пик. Но вот сейчас сложно. Нави будет. Вот сейчас будет очень сложно. Нужно выходить в какой-то Уберлейт. Может быть какая-то Нага. 4 милишника против них. Драйв Рейнджер в бане. Может быть Медуза. 4 милишника. В Стоунгейз и деремся, ребята. Может быть Медуза. Может быть какую-то Вайда взять. Но Войт куда? Против Бристлбека. Нормально. Лайфстиллера. Против Бристлбека ты нажимаешь второй спелл. И Бристлбек больше ничего не делает в файте. Ну, по факту да. То есть то же самое, что против Тимбера. Войт очень хороший герой. Но я сомневаюсь, что это будет хорошая идея сейчас. То есть если Войт, тогда отпадает вообще надобность в Enchantress. В принципе. А почему отпадает она краски? Ну как, они будут типа выходить гонгировать под Войда что ли? Ну, под Джаггернаута будет выходить в мид. Окей. Там Дезераптор есть. Ты в любом случае загонкаешь. То есть Дезераптор, который глимсует назад таргет под Enchantress, она уже принимает там двумя станами или сеткой. Ты забираешь практически любого героя. Да, очень сложно. И сейчас выбор для команды Na'Vi. Ну что, минут у них еще есть на выбор. Призадумались. Лайфстиллер, походу, их очень сильно смутил. Не знаю, чем сейчас контрить. Это Rage. Enchantress уже чувствует себя не особо уверенно, потому что ее Антачи было отваливается. Он ее за эти несколько секунд просто съест. И надо что-то придумать. 30 секунд. Ну что же. Na'Vi. Санэйко не был готов к Лайфстиллеру. Это факт. Может быть, так сильно угадали с баном Хускара? Да ну, в смысле угадали с баном Хускара? Не Хускара берут просто постоянно. В каждой игре. На саммите в каждой игре. А, вы на саммите встала. Ну его пятым баном убрали. Пятым аж. Три секунды. Это инвокер. Это инвокер для Дэнди. Форги, Джиггернаут. Ты знаешь, это есть мнение, и я даже уверен в правильности этого мнения, что этот инвокер это было очень спонтанное решение. То есть, что изначально это был Джиггернаут для Дэнди, а потом произошел этот Джиггернаут для Дэнди взял инвокера. Ну вот я не верю, что это была продуманная какая-то акция. Я думаю, понятное дело, что я имею в виду, не конкретно инвокер, а то, что Джиггернаут будет для дитя Ра, а не он пойдет в мид. С другой стороны, есть огромный плюс, потому что придется стоять инвокеру в миде против Сфорна Магнусе. То есть, в принципе, это уже довольно неплохо. Но поглядим, поглядим, что с этого выйдет. Поглядим, как отыграет Na'Vi. Так, Витя, выходи в офлайн. Даже не так. Шифт, шифт, шифт. Да, я в курсе, как это делается. Зато начинают вот это вот писать тебе разные друзяшки. Нет, они мне не пишут, они просто заходят в доту. Витян, поехали в папчик покатаем. Да, нам нужен плюс один на лигу. ЛП надо срочно отмыть. Так, предикшены. Скрываем сразу. Скрываем сразу предикшены. Они никому не интересны. Даггеры, бла-бла-бла. Ого, а тут смок уже про их зон. Слушай, они очень быстро начинают. Ну, нам надо, наверное, представить команды и начать, как всегда, с Radiant. На V с Anake. Играют на Disruptor, на Enchantress. Конечно же, играет Artstyle. На Inwalker будет играть. На Филетовый Inwalker будет играть Dendy. Дитяра на Джиггернаути. И Бутрайдер от Генерала. Да, на их оппонент. Команда Alliance S4. Магнус Аки будет играть. На Keeper of the Light. Лода. Лайфстиллер. EGM. Огрмак и Адмирал Бульдог. На Бристалл Бэке. Ты понимаешь, что он двумя санстрайками попал по героям в смоках? Ну, бывает. Сильный, стильный. А что это ему дало? Ничего, но это... Но попал. Представь, как тебе страшно. Ты бежишь в смоке, и в тебя залетает санстрайк. Раз, потом два. У пацана этот, у пацана мхак. Мы от него просто-напросто не скроемся, и все. Дэнди. Дэнди. Его встретили, но... Ну, вряд ли ему то, что-либо сделают. Единственное, что могли кинуть Ванды, обойти и увезти, но дэмэджем тогда не хватило забрать его. Ну, наверное, да. Ну что, начинается играть. Так, ребята, Best of 2. Напоминаем, что это невероятно важный матч для команды Na'Vi в первую очередь, но и не менее важный он для команды Alliance. Все-таки Альянсы вчера выступили тоже не лучшим образом. Если бы не последний невероятный матч, который они выиграли у LGD в группе, у Альянсов было бы все плохо. Так, у Альянсов на данный момент есть 3 победы и 3 поражения, и они немножечко впереди, да. Вы помните, что у Na'Vi 2 победы и 4 поражения. У Na'Vi сегодня сразу же после этого матча игра против LGD, а у Альянсов игра против Wings. И одной и второй команде нужно выигрывать игру бизнесу, и одной и второй команде нужно проходить в топ-4 и надеяться на игру в Венерах. Ну, трудновато будет с таким стартом в первый день пробраться в Венера. Да, надо было об этом думать еще вчера, как по мне. Потому что проигрывать TNC карту, отдавать карту Escape Gaming, это стремновато. Да, согласен, это действительно стремновато, но вот так уж и получилось. Вот TNC вчера закончили день 3-3, и вот мы обсуждали, как бы, да, с NS, в частности, вот в вечернем валете, что это, наверное, самая главная сенсация первого дня, то, что TNC закончили 3-3, как бы команда, в которую, команда, которая выиграла свои квалы, да, окей, но в команду, которую в глобальном плане толком-то никто не верил на фоне вот соперников, да, на фоне тех же Na'Vi, тех же Alliance, так далее, так далее, так далее. Но вот TNC имеет 3-3 точно такая же статистика, как у Альянс, и, ну, это хорошо. Каждый интернет, что на одно и то же появляется темная лошадка, которая, да, никто не верит, это булка, с нее будут собирать все очки, и так далее, а потом, оп, 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 а булка создает такие проблемы и кого-то оставляет в лузерах. Да, ZDK и Complexity в прошлом году были такие же, сначала ZDK, в деках никто не верил, в комплексе никто не верил, но Complexity в группе там наваляли ОГОГО, да, в плей-оффе у них не пошло, но в группе они там наваливали, мама не горюй, точно так же с ZDK, и все ZDK до финала добрались. Так что никогда не дооценивайте команды, которые играют на интернешне, когда действительно лучшие команды мира, ну, и только иногда там какими ветрами заносит пассажиров типа MUFT. Ну, это первое время было, тогда еще Dota была не так развита, скажем. Выбор был не слишком большой. Ну, может быть, может быть, да, напрямую их позвали, и... Ну, ладно. Оставим это на совести тех, кто их позвал напрямую, скажем так. Бывает это с нашей совести все снял. С нашей совести все снял, я невиновный, Рафик тоже невиновный, то есть это... ну, бывает, ну, позвали, шо вам, жаль. Вот тебе жаль ведь? Мне вообще не жаль, я думаю, даже командам, которые их ушатывали, не жаль. Ни капли. Конечно. Да и им не жаль, я думаю, они приехали. Ну, да. Ну, что у нас на изи-лейне Джиггернаут первого уровня стоит против Бристалбека. Стоять будет здесь очень трудно, потому что за спиной Коттл, который нон-стоп будет заливать манну. Вот он, выход первый от Артстайла. Взять не получится. Глимса нет. Вернуть не выйдет. Значит, Глимс-то появится, но он первого уровня, и Костры им всего 600. Ну, ты знаешь, теоретически, когда Глимс будет, и если получится цепануть Аки, да, то это, наверное, все-таки стопроцентный будет фраг, потому что у Артстайла однозначно будет что-то со Станом, а если еще и будет с ранжевым Станом Акатроль, то все будет вообще великолепно. Как бы проблемы у Генерала, кстати, на топе довольно серьезные были, он там хорошенько пригорел, но вот идти дальше за ним не стали, потому что прекрасно понимает EGM, как бы, три стака, это неприятно. Ну, Генерал пока наглеет здесь, сложно правильно делает, так ему и надо делать. А с Крипстатом у него довольно все в порядке. Снизу, экшен. Бульдора? Фершблад. Фершблад, исполнение Артстайла. Да, поймали они здесь Адмирал Бульдога, Сеточка, Стан, Фьюри от Джиггернаута. Ну, первый уровень Кулл Спрей пока не носит такого демеджа, чтобы разнести кого-то. Идут, наглеют и забирают. Вот был я уверен, что если кого-то цепануть на этой линии, то это будет Аки, но убивает Бульдога. Это очень хорошо, кстати. Почему бы еще раз его не попытаться убить? Клинца пока нет. 30 секунд еще КД. Ну, ничего страшного. Похарасить. То есть, имеется в виду, как только появится возможность сразу еще раз цеплять и сразу же еще раз убивать Адмирала Бульдога. Аки, конечно, будет активно помогать, но кроме того, что он накручивает, кроме того, что, казалось бы, он отгоняет тебя. Он еще и пушит линию. И это тоже немаловажно. Пушит линию здесь, когда стоишь в сложной. Это очень сильно на руку Джиггернаута. Дитя Ра должен выфармливать это все. Ну, под вышкой, как ты видишь, не так просто ему пока добивать. Он без топорика, соответственно, атака по крипам 54. Он сейчас пока трех крипов пропустил под вышкой. Ну, он профессионал геймер. Он должен добивать процентов 80 по таврам, как бы несмотря на то, что сколько там у него не было демджи. Если он не минер, простите, то он должен забирать это все. Вот видим, да, первых там несколько крипов пропустил. Но сейчас дела пошли под лучше. Смотрите, есть Глимс, но Артстайл ушел в мид. Артстайл ушел в мид и сейчас будет опасно. Сеточка есть. Шопотом, шопотом, давай разговаривай. Шопотом, чтобы не спугнуть. Шопотом, чтобы не спугнуть. Шопотом, чтобы сломать колонки зрителям. Сломаем колонки зрителям. Они сейчас выкручивают звук, думаю. Чуть-чуть так плохо слышно. Как будто комментаторов вообще потеряли. Так, так, так. Опасно, опасно сейчас может быть. Ну, что Артстайл на хэкграунде. Можно либо EGM, либо S4 цеплять. Скорее всего, наверное, все-таки EGM заходит. Так, цепанули у нас тем временем Дэнди. Вот он еще стан, тут же Дэнди, а Дэнди, ну, не того. Бил Дэнди. Все нормально, заберут EGM, а тут горит на него генерал, поэтому EGM никогда отсюда не денется. Очередной фраг от Na'Vi достается инвокеру. Это, кстати, вообще замечательно. Мидас ускоряется у Дэнди. На самом деле я изначально что-то потерялся. Они начали бить разных героев. Я думаю, двоих вряд ли получится забрать. Ну, зря там оказался вообще с Анейкой. Я не совсем понял, в чем суть его было появления в миде. Он в итоге, мы видим, сбегал в мид. Он там кого-то глимсанул кута Магнуса. Это, в принципе, пользу не принесло. Ну, а снизу у дитяра в это время немножко проблемы. Потому что, ну, вы посмотрите, 21 на 1 у Бульдога. Количество крипов отлично. И всего 16 крипов в 17 час убитых у дитяра. Три топ... Не нетворса, простите. Три топ крипстата принадлежит команде Альянс. Находят EGM. Можно давать какую-то сеточку и туда же санстрайк. Но маны нет. Есть Аки. Есть Аки, который подставился. И тут без шансов, конечно же, для Аки. Отличный фраг. И еще один фраг от двух суппортов команды. Нави. Четвертый левел Санейка. Четвертый левел Артстайл. В то время как третий левел Аки и третий левел Угримак. Это очень хорошо. Саппорты могут давать жару. Ну а на топе там лода пытается драться с генералом. Лоде надо быть поосторожнее. Что если вдруг не будет рейджа, то генерал-то справляется с лайфстилером довольно легко. Стоит инвокер, его окружили. А там на ботоме снова стычка. Опять пытаются закрутить бульдога. Бульдожа. По-моему, отсюда никуда не денется. Да, вряд ли его отпустят дитяра. Вот он санстрайк. Юрдэмэдж залетает. Очередной фраг для инвокера. Отлично. Отлично. Это еще приближает Дэнди к Хэнд оф Мидосу. А EGM заходит. Дэнди без манны. EGM. EGM у огромный проблем сейчас будет EGM. Истопать сюда моментально прилетает Санэйко. EGM слишком нагло. Генерал здесь 5-0. Нави. Отличное начало. Продолжать. Не успокаиваться. Дэнди даблкил. Спасибо, Вред Даня. У него 900 голды просто нарисовывается на ровном месте. Было 400. Ну и вот артсан на хосте. Без манны сейчас Ваня. Поэтому никуда не гоня. Так же как и Санэйко. Так же как и Дэнди. Но пока все довольно неплохо получается. Очень странный мув был от Угрмага оказаться между Т1 и Т2 и так в наглую пойти. Может был расчет на то, что будет помощь от кого-то из других героев. Так вроде как никого рядом и не было. Единственное, что Магнус, конечно, мог подъехать, но дать один вейв все равно бы этого не хватило, как по мне. Да, ну и Дэнди продолжает стоять. Почему Громак вообще поселился в Медлине, я не понимаю. Почему он живет возле СФО, хотя у СФО дела-то в принципе ладно. 35 на 5. У него по крепам все вообще великолепно. Его тут Дэнди особо и не трогает. Так, Аки. Аки, если Дитя Ра пойдет сюда, он его убьет. Но Дитя Ра не решился идти туда искать этого котла. Сейчас он поймет, что он там. Вот смотри, вот все, Дитя Ра побежал. Он знает, где Аки. Он понимает, что Аки здесь отсюда, конечно, будет уходить, если бы кто-то помог, если бы был бы сейчас Санэйко. А Санэйко уже близко, Санэйко уже очень близко. Санэйко может глимсануть Аки. Санэйко видит Аки. Аки потусил на месте для того, чтобы глимсовать его было довольно сложно. Ну и сейчас будет Глимс, сейчас будет Фьюри. И это до свидания, Аки. Никуда ты отсюда не уйдешь. Цель, задача Аки была понятна. Исполнение было так себе. 6-0 Нави. Продолжать, продолжать давить, топтать. Фраги Коргероям отдавать. То, что надо на топе. Генерал. Ты грызут? Да, стоит. Да, Игнает. Игнает работает еще от Огармага. Чуть-чуть не хватило спуститься на логграунд. Буквально сантиметра. Но это первый фраг от Alliance. 6-1 пока ведут Нави. Дэнди уже летит Мидас, я так понимаю. Да, да. Должен быть Мидас. Это восьмая минута Хенд оф Мидас. Это просто шикарно. Вот сейчас тайминг великолепный просто. Вот лучше не придумать. Дитяра. Тем временем, Ринг оф Хеллс есть. Сталшилд. Интересно, с чего будет начинать этот джаггернаут? Вариантов, опять-таки, масса. Я думаю, что это будет. Баттлфьюри какой-то на разгон. Да, ну... В принципе, возможно, Дэнди. 7 минут 54 секунды. Отлично. Просто отлично. Мидас пока не юзает. Скорее всего, пойдет он в лес. Для того, чтобы его там юзнуть. Или что он делает? Вот только что, что, подвез. На одной точке. Я Редлана, добью вот этих криповый. Пойду. Брат, отцелился. Кто-то ему что-то говорил. Может, санстрайк давал? Не, не давал, санстрайк давал. Может быть, действительно, цель, скорее всего. Да, Дэнди, как всегда, бежит в лес. Самого большого кушает товарища. Поехали. Поехали экзортный. Квасо-экзортный. У нас вот этот самый инвокер, который постоянно помогает. Который, в принципе, примирует любую вашу атаку дополнительным дэмэджем от санстрайка. Поэтому нужно нападать. Поэтому нужно гангать. И это будет работать. Плюс мы понимаем, что против лайфстилера это будет проблемным персонажем. Ну и вообще, в принципе, этот инвокер будет проблемным персонажем. Главное, чтобы Дэнди хорошо раскликался. Все-таки утренний матч. Тут помимо инвокера и медасика есть еще и энчантра с медасикой. Ну, вчера это уже было. Вчера у меня это было. И Alainz это сжимает некие рамки. Их сейчас будут торопить. Ты играешь против двух медасов. У тебя медасиков нет. Через некоторое время ты будешь проигрывать по экспириенсу, по золоту и так далее. Ну, ты смотри, кстати, как сейчас четко действует Na'Vi. Оставляет Дэнди мидлейн Санейка. Протянута стоит S4. Восьмой лейл С4 получает даггер, кстати, на 10 минуте тоже очень хорошо. Ну, а Дэнди тем временем пушит линию вместе с Джиггернаутом. Ну, и вот знают, где стоит Коттл. Но Коттл вряд ли побежит сейчас как-то дэпить. Вряд ли кто-то сюда еще придет. Потому что тут вышечка упадет. И смотрим, не стягиваются. Стягиваются все-таки ребята из Альянс. Два человека дополнительных сюда бежит. Это Адамирал Бульдога из С4. С4 напомним с блинком из РВС Полярити. И Na'Vi чувствует это. Отходят. Идет скан. Скан хороший, но никого не находит этот скан. Боже, как они его бросили. Прям между трех героев команды Альянса. Ну, вообще сейчас с Na'Vi сыграли здорово. Они стянули. Они дают возможность поформить Санейка в медле. Он уже шестой. А у него появляется статик шторм. Можно ЕГЭМа принимать. Был бы Вижен сейчас только. Да, вот он Вижен. Вот он Глимс. Вот он статик шторм. Филдом закрывает. Пошли импетусы. Санстрайк от Денди. ЕГЭМ даже не пытался там майнсить как-то. РП по двоим. С4. Заводит подвышку. Есть ТП. Артстайл успевает поражать хилл. Но тут лода. Уже съели. Ну, отличная ответочка. Мне очень понравилась РП от С4. Там была такая ситуация, что просто-напросто далеко друг от друга стояли два героя команды Na'Vi. Ну, и первый размен в этой игре в пользу Альянс. А размен два саппорта в одного саппорта. Ну, заигрались немного. Не надо было идти дальше. Забрали санстрайк и мы сразу же назад отступить. В идеале все было бы. Да, то есть... Ну, и всегда надо Магнус, но... Прекрасно понимать то, что Магнус может быть рядом и стараться держать дистанцию хоть какую-то друг от друга. Не, вот когда ты один раз вот так умираешь, ты сразу начинаешь ощущать, что типа... А, ну, как бы вот, да, все, все. Мы помним там РП. Хорошо, больше мы так не будем. То есть, простите, смог. Куда пойдут? Ну, надо сейчас, наверное, налево поворачивать. Но SkyGround, если развилят, будет очень неприятно. Они, наверное, идут на Бульдоржу, который фармит аншентов. Ну, и поворачивает на Бульдорга. Есть Гримс. Это минус. Отлично, это минус. Если кто-то еще придет сюда, тоже его можно убивать. Санстрайк в Адмирала Бульдорга. Адмирала Бульдорга убили. Здесь же у нас Уграмаг. Уграмага тоже нужно постараться. Артстайд подключает килл. Закрывает проход сюда ЕГЭМу. Артстайду надо напиливать ЕГЭМа. Ребята, давайте его убьем все-таки. Абрид Ваня, у Ваня заканчивается Манан. Он просто прогоняет отсюда ЕГЭМа. Ну, у Генерала Манэ тоже не было. И все в Кулдауне от Санэка. Наверное, да, все-таки правильное решение было принято. То, что они не побежали до конца. Забрали вышечку. Забрали вышечку. Правда, за Денайл ее Аки. За Денайл очень круто сыграла Аки. Блайндом ослепил Дитя Ра. Тем самым миссать его заставил. И спокойно за Денайл. Медайсики. Медайсики работают. Энчантрас уже почти девятого уровня. Став появляется у Инвокера. Уже скоро одиннадцатый. Слушай, ну он сейчас очень больно бьет. Даже Бристлбек будет ощущать рассказы. Весьма сильно. А что это будет? Это будет Форс Тав от Инвокера. Ну, я так понимаю, да. Ну, это от Ван Дов спасаться, я так понимаю. Да, от Ван Дов. Даже того, кого там в РП зацепили, можно вытащить от Бристлбек. А Аки подходит. Он мне слайш пошел. Великолепный. Молодец, Дитя Ра. Вот не экономит. Все правильно, все четко. Вот я знаю очень много людей, которые бы экономили здесь. Я очень много людей знаю, которые бы постарались бы включить Blade Fury и попытаться догнать. И где-то на хаграунде кто-то бы встретил, на этом бы все закончилось. Здесь все четко. Он понимает, что если есть шанс, его надо тут же реализовывать. Любые деньги. Это очень важно. Он идет на четвертом месте по Нетворсу. Он единственный из коров своей команды, у которого нет Мидас. Ладно, не единственный, шучу. Один из трех героев, у которых нет Мидаса, которым нужно зарабатывать эти деньги киллами. Ну, Дэнди и Артстайл имеют по Мидасу, да. И рано или поздно они вот эти Мидасы реализуют в преимущество и в деньги. То есть даже если их будут зажимать и не давать им фармить, они все это реализуют. Ну, а тут куча денег для Адмирала Бульдога. Да, Адмирал Бульдог нон-стоп фармит этих хэншентов. Разок ему помешали, но... Ага, там кого-то подцепили. Подцепили ЕГЭМа. ЕГЭМ отсюда, скорее всего, уже не уйдет. Так и есть. ЕГЭМ погибает. Успел подпалить генерала. Генерал запрыгнул. Бульдожа пытается зафокусить. Он не слышит, что уже нет. Зацепит ли лассо, добрался до Бульдога, потащил еще и лицом ХРП. Генерала увезли под Т1. Но ничего страшного, ничего страшного. Надо продолжать драться. Проблемы могут быть огромные здесь у Alliance. Кто-то поможет вообще, потому что вдвоем здесь дерутся игроки команды Na'Vi. А там уже подтягиваются и лода. И могут быть траблы у дитяра. Да, проблема у генерала его убили, дитяра уходят. Где-то не все это время. Я не знаю, где Дэнди все это время. Сынайка улетел, Дэнди все это время оформил свой лес просто. И даже санстрайк у него в кулдауне. Что-то странная игра от Дани. Нет, размен был все равно в пользу Na'Vi. Тут никто не спорит. Они забрали Бристлбэк, они забрали Огрмага, потеряли Бэтрайдера, у которого уже есть дагер. Да, у Дэнди есть ТП, он мог бы прилететь на Т1. И вот там по Таврам они бы подрались очень хорошо. Они бы там точно забрали Магнуса. Со санстрайка вообще было бы хорошо. Но с другой стороны, Дэнди время зря не терял. Он догоняет понемножечку лоду. А у Дэнди есть уже готовый форстаф. У Дэнди есть 11 левел. И 6. Ну, половина, половина 12-го. Это самый большой уровень, который есть. Его труднее всего достигнуть. Возможно, поэтому Дэнди я отвлекся на фарм, чтобы побыстрее апнуть этот 12-й. Забивать оранжевых крипов, покидать мидасики. Соло на лейне. Ну, может быть. Сейчас он подпушивает топ. И, кстати, довольно удобная ситуация. Потому что три героя команды Альянс Миди. Два снизу. Дэнди один на топе. И прекрасно знают об этом Нави. Что Дэнди там будет прессовать. И им надо выигрывать время, если где-то кого-то увидеть. Ваня. Как четко действовать снизу Ваня? Как только он понял, что никого не видно, он сразу же, он стоял, был криповым. Моментально, как будто по сигналу, убежал оттуда. А его уже ловили два пацана. Отлично сыграно Иван. Он прекрасно понимает то, что лайфстиллер его в соло, в принципе, забирает до появления форстаффа. До форстаффа чуть-чуть. Он хочет его деформить. Тогда он сможет отпрыгивать от вандов и набирать дистанцию. До этого за рейдж лайфстиллер его просто скушает. Тимули, рейдж четвертого уровня. Продолжительность аж 6 секунд. Тавр снизу отдали лайфстиллеру. 7600 у него. Разница с Денди практически в 1000 голды. Лода фармить очень хорошо умеет. И Лода будет проблемным, но, как ты правильно сказал, форстафф скоро появится у артстайла. Форстафф уже есть у Денди. И есть бочка от Бетрая. Бочка от Бетрая. Это такое. Суть в том, что есть чем сейвить от вандов даже в рейджей. Если Джонатан будет гнаться с кем-то из нами. Наверное, что Т2ТАР, Т2ТАР упадет. Т2ТАР точно упадет. Будет глиф, но не успеет до Альянса добраться абсолютно никак. Они особо даже не собираются. Это выделки просто без боя дают две вышки на топе. Ну, Нави, говорят, спасибо. Союзали фортификейшн на лоу хп. Но вышка, я думаю, все равно достанется инвокеру. Все-таки форги до настреливают. Не успели с Денайд. Бульдог с ангвардом хедреской. Пайтчейн Мел. Уйдюй, смоук от Нави. Смоук от Нави в очень неожиданном месте. Но Нави не видит, где я сбеги от Воду. Воду, если сейчас убить Воду через 200, это будет очень круто. Тиммейт очень далеко. Но очень далеко так же и Витя. Он не успеет никак сюда долететь, прыгнуть. То есть, все-таки чуть-чуть не туда он полетел. Это был бы очень крутой фраг. Ну, вообще, сейчас до сих пор еще шансы есть. Но уже далеко. Уже очень далеко. Генерал почему-то летает. Уже будет магн. Да, генерал я не понял, куда полетел. Сейчас он полетел за хостой. Эту хосту, конечно, не контролят Альянс. Они не видят, что сейчас будет бэтрайдер с хостой. Но они уже увидели артстайл, который вышел со своего леса. И видел, что со смоков скрылся Дэнди. То есть, они понимают, кто где. И идут сами в такую симпровизированную полуатаку. Забирается хоста. Генерал будет ли прыгать на лоду. Даггер у него есть. Но пока не прыгает. Пока не прыгает, просто нет. Там смок, ответный смок. И это очень-очень опасно. Генерал понимает, что его цепануть довольно сложно. Еще и залез внутрь магнуса. Не видели этого нави. Ну и вот сейчас, если подставится нави вдвоем-втроем. Если сможет залететь из фор, дать хорошее РП. Ой, какие же проблемы начнутся. Айфсиллер сожрет очень быстро. Он, кстати, выбрал путь Джиггернаута. Но они его убьют. Да, Джиггернаута не должны убивать. Тут абсолютно без шансов. Да, вот так вот развалило детера. Там три тычки буквально от лоды. Это он еще без импавера. Хорошо, что он один погиб. Ну, там ответочка будет. ЕГМ, хоть что-то. А где колдснеп? ТТРТТ. ТТРТТ. Хоть что-нибудь. ТТРТТ. Не сегодня, не сегодня. Что мы говорим смерти? Не сегодня. Откуда это? Игра престолов. игра пристала до прошу прощения туплю с утра нормально распеться на тот один товар виде будут заверять сейчас наби но и скорее всего они его заберут опять таки есть тут возможность или бинаетами отбрасываться у океан но как бы на вид тут уходить не собирать но опять-таки возможность доно я конечно имеется так вот обошел от форума ростов где просто почему так долго деньги очень долго 2 просто тут же идет в арт-стайла боже как лода быстро бежит боже ну что это но это просто бред просто съест он сейчас если 2 арсел какие же тычки будет стан вот вижу появляется у егэма и они вода еда даблкил от лоды конечно убили магнуса одновременно то есть размен два в один но к почему так долго получил две тычки только ты видишь ван дым и вот два форста по высоте тут сразу толкнул так ну все и за тобой будет пока он будет бежать ню рейдж закончится все на развороте уже бросить ему колд снэп и он не дойдет до тебя очень большая очень очень серьезная ошибка сейчас от нами минус 2 в исполнении лоды он зарабатывает деньги зарабатывать еще один тавр и тут же заберут рошана рошана заберут дам сюда еще потянется магнус drp у него краски 20 секунд это примерное время появления инвокера и вместо чтобы он сместился к рошану то есть во время файта рп уже будет и драться в рушпите против рп не особо хочется да тут ты прав наверное рошана придется отдавать хотя хотят конечно же сам страйк залетает но толку никакого рошан падает не пойдут сюда navi ни в коем случае не пойдут я и без для воды и у лоды уже лежит в кармане метрю хаммер то есть дизолятор скоро появится писать что будет с артстайлом да он бы за три утра за два утра он будет умирать скорее всего пошел 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 магнус на хайгран запрыгивает магнус привозит сюда санэк это минус санэйка есть пока вот так вот 12 8 на 20 минуте но и по деньгам мы видим у navi было преимущество около 3000 и она уже не существует осталось всего чуть-чуть и вот эти самые чуть-чуть сейчас будут потрачены после убийства этого товара куча бафов blood last им power все это работает ты смотришь на этого лайфстиллера который просто загрызает вышку это вроде как 20 минуту нажимает рейдж вот он был у вас пошел и не эту вышку ломают буквально за несколько секунд она т3 пойти на т3 пойти почему бы и нет не хотят именты 3 8 секунд побить хоть что-то там деньги параллельно т2 немножко подпошил есть сюда телепорт от агромага да нету почему что так улетаешь ты же вижу это угромаг на бросим сразу кулка побей в тем временем уаки практически готов же гоним 1000 годы осталось а как же убивать bristol бека теперь подогоним этим найти быть нон-стоп стоять за спиной задувать днем это будет хил 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 очень сложно будет а там и меха уже готова у bristol бека и я так понимаю что совсем чуть остается до грифсов до 1000 голды в кармане имеется грис и он любом случае должен собирать хотя может быть начнет выходе ну нет не будет никакого пайпа наверно клуба тугар клуб просто данные нужны в бкб ну алиса сэнжин яша сэнжин яша тоже хорошо в хп больше хп лучших тяжелете убивать мы любим когда у нас огромных хит-поинтов до бульдошка бульдошка особенно любит тем более когда эти за спину залетает постоянный хил чем дольше ты живешь тем дольше ты живешь я не могу с вами поскольку трудно с дольше ты живешь тем дольше ты живешь вы абсолютно правы да именно это действительно важно это действительно важно и посмотрим посмотрим что будет предпринимать navi в этой ситуации опять-таки у navi есть преимущество этих самых двух мидасов да то есть мы смотрим на артстайл и мы понимаем что нетворс у нее на 700 годы хуже чем у бульдога то есть стал напоминаем этот товарищ который у нас анчантер четвертой позиции да хотя дает у нас в этой игре генерал то есть по сути заменяет артстайл его . пошла запрыгали на детяра и детяра съедают снова с трех тычек и дизолятор прилетает все игра я побежал по формил она закончилась все ребят только пятером вот сейчас если не собираться в питером и не начинать играть вместе ничего не получится нужно прямо вот сейчас собираться и ходить в питером как это делаютologie как это делают и в pergi не успеть как это делать собственно топовой команды стоять вот где-то там формить получать экспо как сейчас dell od격 где там прятаться как час сделать деньги этого нельзя делать все или собрались или проиграли сейчас они будут отдавать-то два товара альянсы будут продолжать находить по одному и альянсы сами альянсы Вот таких ошибок, как Na'Vi, делать не буду Вряд ли ты либо найдешь У них сейчас нельзя так делать, у них два бафера И один хиллер, скажем так И два танка, которые идут и ломаются И им нет смысла разделяться Вот только для таких соло-гангов, когда запрыгиваешь РП даешь и забираешь кора Это оправданно, конечно Угромагу достается Вышка Угромаг уже давно с гемом Свежина имеется Лайфстиллер 1500 на руках Не знаю, кираса, скорее всего, будет какая-то появляться То есть есть смысл пробустить дальше Минус армор Там как бы Гу есть, там есть изолятор Еще, может быть, кто-то какую-то медальку соберет Но нет смысла медальки Суть в том, что там герои, которые на армор ничего не будут собирать Это же Гренаут и Инвокер Это очень маловероятно, что что-либо появится на армор Если появится, то очень поздно Поэтому я с тобой абсолютно согласен Здесь и Саул Кираса будет просто идеальным вариантом для команды Alliance Есть у Котла тем временем синий посох Ну, теперь вот этот вот Дамблдор будет вообще неприятным Да, бешеный хилл днем Вижен, 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 вижен И это страшно Чакра, Magic Ну, вижен, на самом деле, Alliance уже и так зажали Нави на базе То есть они забирают последнюю Т2 Остается только High Ground И вроде начало было для Нави великолепный Даблкил от Инвокера И ранее Медасы Просто нереализовано Отсутствие Инвокера в каких-то драках, как по мне Когда он должен быть там кидать какие-то колд снэпы свои и так далее И забирать лишних героев Ну смотри, Инвокера по факту в командной игре Нави не было То есть он сделал три фрага издалека Где-то там один раз там, да, EGM к нему сам пришел Но суть в том, что в командных файтах Инвокера пока не было И вот у нас пуш Т3 тавера И Alliance пойдут сейчас на очень серьезную зарубу Две жизни лоды не забываем Просто лода съедает Ты понимаешь, что сейчас залетит хил И он фуловый А сейчас ночь, сейчас ночь, да И Аки может просто заливать ему ману Уменьшать КД И он под рейджом будет грызть нон-стоп А вышку он сгрыз с одного захода Упало Т3 от одного лоды Больше никого там не было При том, что пять игроков команды Нави стояли в дефенсе То есть они не сплитили И они, не знаю, не фармили никакой лес Они просто стояли на базе И, собственно, ну окей, лода говорит Ладно, мы отойдем Я порегенился быстро Пропал у меня Эггис Я скушаю сейчас эншитов Рейдж нажму АП Потому что почему бы и нет У меня кулдаун маленький, да И побежали И побежали просто-напросто опять по миду Все, Нави стоят, Нави в позиции У них нет выхода, им нужно ждать Просто ригер АП Или вот это выход Или вот это выход Пойти в смок Но тут вопрос ЕГЭМ Они просто найдут сейчас ЕГЭМ Или нет Или не станут его трогать Не стали трогать ЕГЭМ Иду дальше Санейко хочет Поинтереснее таргет увидеть Они никого не видят Они тупо никого не видят И только сейчас на топе увидели лоду Которого с тобой пошли к себе Все Все Там Курьер улетает И не видят Навик, где Альянсы Они наобум идут сейчас Эншенты, эншенты, эншенты Дэнди Аккуратнее выйти Подставятся по ДРПС Едят за две тычки Ну вот в итоге Никого над Свинцера здесь не нашли Да, вышли с базы Да, попытались Не получилось Ну вот сейчас придется Скорее всего Как-то перестраиваться И ожидать атаки От Альянс на других линиях Я думаю, что Альянс подождут Следующего Рошана Скорее всего так и будет Дождутся Аегиса Лайфстиллер Доберет себе Это Тараско, наверное, будет И дальше Будет заходить и ломать Просто с Тараско Ему спускаешься на логграунд Регенишься за полсекунды И возвращаешься назад Сия появляется у Бристилбеком Тоже очень толстый Две тысячи здоровья Пятнадцать армора Вот он лода ползет Ползет Готов Получать бафы Заходить и грызть Ну что Бэтрайпер потащил Потащил бульдога Стащил на хэкграунд Ставится статик шторм Филд оставляют Импетусу прожимает Меку бульдог Как же много он танкует И бульдожить Сейчас еще и захили Да, захилили Бульдог выживает Весь контроль потрачен Дитяра рассыпается Из четырех тычек Но вышел Самое главное Теперь лоду Можно постараться Как-то покатить Хоть что-то поделать Потому что закончится Кин этих фил Один артстайл Наносит дэмэдж в этой таки Ну как много хила Вносит Аки Как же много хила Вносит Аки Лода просто бегает Да, нави пока кайтят Хорошо Они пока ничего не потеряли Надо как-то убить Аки Пока ты не убьешь Аки Ничего не будет Есть глимс Глимс 0 и лоду Лоду постараться расстрелять У лоды Ну лоду сложно расстрелять Потому что Опять-таки Сами понимаете Бараки просто падают Без боя Ничего нами не смогли сделать Абсолютно Все фуловые Все фуловые Лассо потрачено Умни слэш потрачен Статик Сейчас можно драться И кого-то убить Пока они не убьют Котла Тут ничего не сделаешь Проблемы огромные Артстайла На него не пойдут Там подсевил сразу же Санека Лода под мультикастами Под бафами Под всем подряд Санека разваливает лицо Просто абсолютно без шансов Пошли Продолжается под хилы Просто атаки И что ты с ним делаешь Запрыгнул Витя В попытке кого-то цепануть Проблемы у него огромные Пошел Дитяра Раскручивается под двум саппортом Нужно забрать саппортов Хоть как-то постараться Хоть кого-то забрать Но ничего не получается Абсолютно ничего не получается Аки продолжает Заливать Продолжает Захиливать Дневной свет Это круто Минус один Минус два Падают бараки Феноменальное исполнение От шведов Идеально Идеально отыгранная игра С таймингами Со всем остальным То есть Гуд гейм был плед И ну вот Вообще не прицепишься К команде из Швеции Браво И под фонтаном Финальный аккорд Вот Старт И 15-20 минуты игры Вообще разные Две разных команды играли Нави Первые 15 минут Это когда Саппорты роумят Делают все идеально Находят Делают соло фраги Ходят в самоках Убивают на иншентах хоров И Старт 15-й минуты Когда появились два медаса Команду заменили Вообще ничего не происходит Инвокер соло фармить На пятой минуте было два медаса И после этого Просто-напросто